Нурсултан Назарбаев раскритиковал перевод отдельных понятий на казахский язык. Слова президента страны цитирует газета «Казахстанская правда». Мы сейчас международные универсальные слова переводим на казахский язык. Например, международное слово «пианино» перевели как «кысандрк». Крайне не соответствует смыслу. Другое международное слово «композитор» мы перевели как «сазгер». «Саз» дает другое понятие. Из-за чего это происходит? Думая, что надо уходить от русского языка, берем то из турецкого, то из арабского, то из персидского. И таким образом портим язык. Мы должны обогащать язык международными терминами. И в этом нет ничего плохого, и не надо этого пугаться, сказал Нурсултан Назарбаев. Глава страны заявил, что государственному языку не угрожает никакая опасность. Язык растет и богатеет, его ждет большое будущее. Нурсултан Назарбаев отметил, что в мире существует 6000 языков. 10% из них ежегодно вымирает. Некоторые акиматы не имеют прописки в интернете. Знамя труда из Тараза изучила активность госучреждений в сети, через которые сегодня можно получить более 2000 услуг, не выходя из дома. Мы решили вновь обратиться к обзору русскоязычных версий веб-сайтов акиматов города Тараза и районов. Скажем сразу, впечатления не самые лучшие, делится мнением автор статьи. В наиболее выгодном свете выглядит сайт Акимата области. На него должны равняться остальные органы исполнительной власти. Но все же и в нем есть недоработки. В некоторых вкладках, к примеру, о средствах массовой информации, устаревшие данные. Фотогалерея состоит всего из трех снимков, сделанных еще в 2010 году. К тому же выйти на ресурсы районных акиматов с сайта областного акимата можно далеко не по всем ссылкам. Часть из них направляет либо на несуществующие, либо на абсолютно другие интернет-страницы. К этому разряду относятся нерабочие ссылки на веб-ресурсы Мейнкумского и Меркенского районов. По последней можно выйти на рекламный сайт Меркемаркет, но не на искомое. Переходя по некоторым другим ссылкам с сайта областного акимата, неоднократно встречаешься с надписью «Веб-страница недоступна». Костанайцы подрались из-за шоколада. Такое празднование дня рождения костанайцы запомнят надолго, об этом пишет газета «Новый регион». 135-летие города ознаменовалось жутким побоищем, а причиной этому действу стал шоколад. Построенная конструкция из шоколада в виде главного символа города – башня с часами – и стала яблоком раздора. Организаторы мероприятия хотели раздавать шоколадные плитки жителям города, которые смогли на празднование показать свои способности в танцах, пении и других видах искусств, а также правильных ответах на веселые викторины. Однако присутствующие не стали ждать окончания праздничного мероприятия и, сломав ограждение, ринулись растаскивать шоколадные плитки. Буквально за считанные минуты люди сорвали весь шоколад с конструированной башни. А за сладости боролись женщины, дети и даже старики. Ни ограждения, ни организаторы и даже наряд полиции не смогли остановить и утихомирить любителей бесплатного.